Сегодня Азербайджан является образцом успеха на карте мира. А потом заявил президент Экхам Алиев, выступая над торжественным заседанием высшего законодательного органа, посвященного столетию азербайджанского парламента. Глава государства особо отметил, что без Азербайджана в регионе не могут быть реализованы ни одна инициатива, ни один проект. Касаясь армян-азербайджанского конфликта, президент Экхам Алиев заявил, что Нагорный Карабах никогда не получит какого бы то ни было статуса вне суверенитета Азербайджана. Азербайджанские народы и государства никогда не позволят, чтобы их исконно историческая правовая земля была отделена от Азербайджана. О достижениях и перспективах независимого Азербайджана мы поговорим в рамках передачи «Актуальность сегодня» с политологом Тофиком Аббасовым и помощницей председателя Международного фонда Евразия Пресс Анастасией Лавриной. Здравствуйте. Я вначале предлагаю послушать часть, один момент из речи главы государства. Дело в том, что он, глава государства, коснулся и экономики, и политики, и армяно-азербайджанского конфликта. И подробно сказал свое мнение, скажем так, о новой власти в Армении. Чем больше нынешняя власть Армении останется у власти, тем лучше для нас, так как это приумножает их проблемы. И без того Армения в силу своей захватнической политики переживает кризис и спад. Согласно официальной статистике, бедность там достигает 30, в действительности же 50%. Имеют место массовая безработица, депопуляция, массовый выезд людей. Нет никаких оснований для экономического развития. Никто не желает вкладывать инвестиции, рынок ограничен, нет выхода на внешние рынки. Эти существующие проблемы, плюс их захватническая политика, фактически привела к падению прежнего криминального режима. Но мы видим, что и новое правительство пытается идти по тому же пути. В Армении есть один путь выхода из этой тяжелой и сложной ситуации – освобождение наших земель. После этого могут быть созданы условия для их развития. Если они желают продолжить захватническую политику, то должны знать, что это ни к чему не приведет. Это закончится для них очень плохо. Вот вы слышали, что сказал глава государства. Для нас это очевидные вещи, что это действительно на самом деле так и есть. На ваш взгляд, когда и при каких обстоятельствах граждане самой Армении осознают все это сказанное? Вы знаете, если мы рассматриваем, как сказал глава государства азербайджанского Михаил Малиев, что наша страна – это образец успешности на карте мира, то Армения является полной противоположностью. То есть мы наблюдаем пространство заблуждения, пространство деформированного сознания. И мне кажется, что если в этой стране, опять же, балом будет править бездарность, полное незнание ситуативности и некомпетентность, конечно же, я думаю, Армения сама будет стремительно приближать свое фиаско. Потому что других вариантов там просто не просматривается. И самым интересным является то, что армянская политическая элита, она осознанно идет искривленным путем к черной дыре. И непонятно, почему здравые силы, они в Армении, конечно же, есть. Их мало, но они есть. Есть, конечно, и не случайно в последнее время здравомыслящие люди среди армян, среди политической элиты, они все больше говорят о том, что надо развернуться на 180 градусов и найти компромиссы с Азербайджаном. Может быть, они не совсем так это излагают, но по сути они подразумевают именно поиск компромиссов на азербайджанском направлении. Почему? Потому что фактически наша страна своими успехами и очень-очень мобильной дипломатией показывает, как можно наращивать свой капитал, международный, как бы, свой базис усиливать. Потому что, во-первых, мы осваиваем новые направления, значит, в мировой геоэкономике. И, естественно, зеленый свет на этом пути нам дают политические диалоги на новых направлениях. То есть у нас, помимо того, что были старые наши партнеры, союзники, мы еще и наращиваем свой ресурс благодаря тем новым государствам, которые хотят с нами иметь дело. И они хотят с нами иметь дело не просто потому, что мы показываемся им или там видятся Азербайджан издали каким-то привлекательным государством. Просто каждый в большой мировой политике и экономике ищет свои дивиденды. И Азербайджан как раз таки это та страна, которая, вступая в контакты с новыми государствами, субъектами, допустим, вот недавно совсем наш президент был по приглашению, значит, с официальным визитом в Хорватии. То есть новые страны знают, что Азербайджан это дееспособный субъект, с которым надо иметь дело. То есть мы развиваемся сами и помогаем другим странам, совместно выстраиваем новые парадигмы выгодного сотрудничества. И поэтому с нами хотят иметь дело. И вот на этом фоне, конечно же, пример Армении показывает... Которая проигрывает. Которая, да, показывает, что все шарахаются от проблемного государства, которое, во-первых, выказывает очень опасные, рисковые, я бы сказал, тенденции. Это откровенные территориальные притязания, потом очень предвзятые требования к сообществу, к соседним государствам. Армяне всегда хотят больше, чем они когда-либо заслуживали или заслуживают. И в этом плане, конечно же, программная речь президента, посвященная то, что он озвучил в парламенте, по случаю столетия нашего национального собрания, национального парламента. Конечно же, я думаю, что, во-первых, он дал прекрасную характеристику, четкую характеристику всему тому, что сделано Азербайджаном за последние годы, какой мы прошли исторический путь, и особенно последний отрезок нашей суверенной эпохи. И, собственно говоря, он еще и дал, я бы сказал, историю болезни Армянской республики, которая, в принципе, является каким-то проклятием для наших западных соседей. Сейчас то, что происходит в Армении, мы можем наблюдать, что государство на самом деле обманывает свой народ. Ведь с момента, когда премьер-министр Новый Пашинян пришел к власти, он продолжает пропагандировать непонятную политику, которая порой даже не воспринимается всерьез международными партнерами и государствами. Он пришел к власти, пообещав западные ценности, демократию, защиту прав человека. Но в то же время сейчас мы видим абсолютно противоположное ведение политики, то, что он делает. Продолжают закрываться медиа-структуры, идут гонения на журналистов в то же время. Во многих случаях запрещается право слова. И что немаловажно, это в то же время Нагорно-Карабахский конфликт, его отношение к этой проблеме, и как Пашинян это превозносит на международной арене. Он выступает с заявлениями, когда он идет против, то есть все его действия указывают, что он не хочет мирного и скорейшего регулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Он осознанно срывает переговорный процесс? Он осознанно говорит о нехватке каких-то документов, а абсолютно его лозунги какие-то, они не соответствуют действительности, они приведут наоборот в дальнейшем страну к тому состоянию, что с ним откажется садиться за стол переговоров. Я очень извиняюсь, вот глава государства в своей речи это сказал по поводу вот сейчас международной структуры, когда вся эта смена власти произошла, они как бы критикуют, что вот и прежняя власть, она была нехорошей и так далее и там подобное, он четко это отмечает, что они не знали, что выборы в Армении фальсифицируются. А почему тогда они молчали? И не получится ли тот же сценарий с Пашиняном, когда сейчас там прессингуют, скажем так, медиа структуры, сажают политических оппонентов и вроде как это все вот якобы новая демократическая власть, она как бы наводит порядок, а потом все очнутся и будут говорить, что вот, дескать, это было не совсем правильно? Я думаю, что уже на данный момент какая-то часть населения начинает понимать, что они сделали большую ошибку. Говоря о том, что он пришел к власти через народ, стоит отметить, что на данный момент то, что он делает, во-первых, это все противоречит и, во-вторых, он усугубляет ситуацию в стране. Это идет деградация как экономической, так и политической деятельности самой Армении. Я думаю, на тот момент, когда придет пора выборов в Армении, население большая часть уже поймет, по крайней мере, что все взыскания, все громоглоские заявления самого Пашиняна, они наоборот приведут к еще худшей ситуации вокруг Нагорно-Карабахского конфликта и не принесет ничего положительного для самого населения Армении. Ведь, с другой стороны, можно отмечать, что любой житель этой страны, в свою очередь, должен понимать, к чему ведет страна, к чему ведет деградация экономики и несоответствие Армении никаким международным стандартам. То, что какова бы ни была политика Пашиняна, она не приносит никаких дивидендов, она не привлекает международных инвесторов, она не ведет к экономическим проектам глобальным, Армении не присоединяется. Наоборот, его политика метания между Западом и Россией приводит к нестабильности в стране. Я думаю, какая-то часть населения все-таки имеет. Как минимум, нестабильный фон вокруг самой Армении это создает. Ты не знаешь, чего ждать от этого партнера, скажем так. Разумеется. Что необходимо международным инвесторам? Стабильность. Стабильность, которую обеспечивает Азербайджан, это наоборот притягивает инвесторов, как в экономическую, не нефтяную, нефтяную сферу и бизнес. Что предлагает Армения? Это нестабильность, это расшатанная экономика, разумеется, которая не соответствует международным стандартам и не может привести к какому-то глобальному проекту, в который может сама принимать участие Армения. Население сейчас, да, руководствуется этими принципами, о которых кричит Пашинял в своих выступлениях, но население хочет кушать, как говорится. Оно хочет развиваться, оно хочет интегрироваться. И как уже было упомянуто в речи нашего президента во время выступления в парламенте, бедность в Армении в реальности соответствует практически 50%. Идет факт уезда населения из своей страны в любые возможные направления. В то же время мы видим, что в Азербайджан инвестируют. Азербайджан превращается в транспортный хат, который участвует во многих проектах, такой как Север-Юг. Идет налаженная и сбалансированная политика с Россией, в то же время с Европейским Союзом и с Западом. И это, разумеется, видят, в это стараются присоединиться. В наши проекты хотят более интегрироваться, больше стран на международной арене. И это на самом деле действительно тот показатель, что Азербайджан уже зарекомендовал себя как стабильную платформу для хороших инвестиций. По поводу крупных инвестиций мы еще вернемся к этому. Но только касаясь переговорного процесса, как неоднократно это было, глава государства в своей речи четко обозначил позицию Азербайджана. Здесь вообще второго мнения быть не может. Никаких уступок, никакого Нагорного Карабаха вне Азербайджана быть не может. Хотя армянская сторона, она вот каждый раз у них в СМИ, определенные их чиновники на уровне МИДа пытаются сказать, что нет, вот подразумевалось это, а вообще-то они сказали по-другому. То есть пытаются исказить позицию официального Баку. Но в данном случае второго мнения нет. Глава государства, как и неоднократно это было, четко все обозначил. И более чем широко высказал свою позицию по нынешним властям. А что он думает? И к чему в Армении он, как вы сказали, дал диагноз в данном случае. Месседж получен в Ереване? Вы считаете, что нынешняя власть там способна получить правильно, адекватно оценить этот месседж? В Армении царствует вообще общее незнание положения. То есть там понимают, в чем проблема и даже беда этой страны. И в свете той позиции, которую давным-давно обозначил официальный Баку. А мы должны не забывать, что Азербайджан является сильным звеном в этом противостоянии. И чем дальше время, тем больше увеличивается разрыв между нами и Арменией. Время не работает на Армении. А Армения это слабое звено, которое еще больше, больше, больше слабеет. И поэтому им не хватает настойчивости и политической воли армянским политикам, в том числе и нынешнему Пашиньяну, который вообще ударился в театр абсурда. Это однозначно театр абсурда, потому что он чуть что моментально подается на площадь и обращается к людям. Кстати, его тяга к площади, да, он не привык к кабинету, к мебели. Ну да, это как площадный герой, как, не знаю, в общем, директор, скажем так, колонны уличной, который никак, видимо, себя не ощущает в полновесном состоянии, находясь в кабинете и в ранге государственного деятеля, или там руководителя кабинета министров. И поэтому, чем больше увеличивается разрыв между нами, тем труднее будет им. Потому что они выбрали самый трудный, большой, долгий и искривленный путь к искомому. В рамках той позиции, которую заявляет Азербайджан, что любой вариант разрешения карабахской проблемы, он будет только в рамках территориальной целостности Азербайджана. И поэтому странно, что никто из политиков этой страны, даже если, скажем, вспомним чуть-чуть, вернемся назад, точнее, сделан небольшой экскурс во времена правления Сержа Сарксяна, а что он не понимал, что происходит в регионе? А что у него не было инсайдерской информации о том, что увеличивается, скажем, разрыв Азербайджан, врывается еще дальше вперед? Такой замкнутый круг получается у армянского политика любого. Он приходит и становится заложником ситуации. Абсолютно. Потому что надо им все-таки найти в себе силы, признать, что вот именно тот путь, на который они поставили, он их заведет в тупик. Фактически они сейчас находятся в тупике. Почему? Потому что никто с ними не хочет иметь дело. Обратите внимание. Пашинян был в Москве, Пашинян попадался в Брюссель, вел многоуровневые переговоры, он встречается в Ереване с послами, в Париж, отказались от него в Америке, хотят принимать в силу известных нам причин. Поэтому, собственно говоря, ему фактически намекают на то, что ты не туда идешь. То есть твой путь, он какой-то эфемерный, он какой-то безрезультатный, потому что с тобой нечего нам иметь. А что мы можем обсуждать? Что вообще могут обсуждать с деградентом на международном уровне? Вот страна деградент. Это страна, которая совершенно теряет свои активы, увеличивается государственный долг, падает стремительно социальный пульс, пульс этой страны. Поэтому люди в безысходном состоянии, они выбирают что? Выезд, исход из страны. И поэтому должен все-таки найтись тот, кто скажет, что хватит. Нам нужно развернуться лицом к реалиям и к реальности. Как бы это горько не было. И быть немножко ответственным за то, что мы берем на себя миссию руководства этой страной. Во всяком случае, если были какие-то ожидания вокруг того, что Пашинян может вдруг оказаться на волне этой демократии, потом большой, может быть, поддержки улицы. Может быть, он сможет, возьмет на себя смелость. Получив кредит доверия, сделает то, что прежний, скажем так, не осмелился. Абсолютно. Он сейчас именно оказывается неспособным даже выплачивать по этому кредиту. Конечно, на фоне вот такой контрастной картины, когда есть очевидный фаворит гонки и очевидный аутсайдер, все это его призывы звучат очень смешно. И сами, конечно же, они верят в то, что это самый такой настоящий уличный крикливый театр, за которым ничего конкретного нет. Туркан, глава государства особо отметил еще один такой момент о том, что ни один проект, ни одна инициатива в регионе не может быть реализована без Азербайджана. На ваш взгляд, что это сулит в Азербайджану сегодня и в будущем? Знаете, мне кажется, что все-таки Азербайджан – это государство-ключ в регионе. Собственно говоря, то, что мы смогли, во-первых, доказать, что мы и стабильны, и способны к движению, к динамике, в отличие от Армении, которая в полной статике. Мы, во-первых, завоевали большое доверие сообщества. Во-вторых, все проекты, которые так или иначе имеют международное звучание и связаны с Азербайджаном, или замыкаются на территории Азербайджана, они все прекрасно работают. Все эти проекты работают. То есть, на периметре наших национальных границ, но за исключением, скажем, Карабахской регионы, которая пока еще временно контролирует экспансионистский режим, у нас идет повышающийся коэффициент полезного действия. Тут есть и международный транспортный коридор север-юг, восток-запад. В скором времени должен вступить в решающую стадию вынашиваемый коридор юг-запад, о чем договорились лидеры нашего государства с Ираном, с Грузией и с европейскими странами. То есть, во всех, скажем, параметрах и азимутах Азербайджан показывает именно большую способность и потенциальные предпосылки для того, чтобы наращивать объемы и привлекать в сферу действия новых и новых партнеров. И не случайно, что вот за последний год, вот мы едем на европейском направлении и в восточном направлении, это все говорит о том, что действительно многовекторная наша политика, она полностью себя оправдывает. И самое главное, я бы сказал, не только страны региона, но еще и геополитические тяжеловесы, в том числе и Китай, и Россия, другие страны, Индия, Пакистан, в восточном направлении, вот они делают большие ставки на Азербайджан, поскольку, если речь идет, скажем так, об интермодальных перевозках грузов на траверсии, восток-запад и в реверсном направлении, во всех смыслах Азербайджан, будучи транспортным хабом, готов взять на себя большие нагрузки и успешно с ними справиться. То есть в этом плане, и в плане энергетическом, в плане транспортно-коммуникационном, во всех смыслах, на уровне развития технологических, каких-то разработок, нашу страну рассматривают в качестве делеспособного игрока, который, в принципе, не обещает, но обещает и делает. И в этом смысле, конечно же, опять Армения заметно проигрывает нам по этим показателям. Анастасия Хам, вот Токмелем сказал этот момент по поводу энергетических проектов. Азербайджан реализует множество транспортных проектов, реализует множество энергетических проектов. Это газовые проекты огромные. Десятки миллиардов долларов в них вкладываются. То есть налицо то, что Азербайджан очень удачно, очень правильно использует свое географическое положение. Благодаря чему? То есть есть страны с более или менее удачным географическим положением, но, к сожалению, для них иной раз они становятся местом раздора, а вот Азербайджан местом успеха. Я думаю, тут большую роль сыграла правильно налаженная и поставленная политика. Правильно поступил Азербайджан в том плане, что он не начал бросаться от одной индустрии в другую и стараться сформулировать что-либо, чтобы кому-либо понравиться. Он стал использовать то, что в Азербайджане было больше всего и что могло привлечь иностранные инвестиции – это энергетика. Кстати, совсем недавно было 24-летие с момента подписания контракта века, который в 1994 году, можно сказать, открыл двери азербайджанской энергетической политики для иностранных инвесторов и стал все больше привлекать партнеров. Хорошо сбалансированная и налажена энергетическая политика и правильное сотрудничество с другими энергетическими компаниями в дальнейшем позволило Азербайджану накопить достаточный капитал, который был переинвестирован уже в развитии ненефтяной индустрии. После этого Азербайджан стал использовать на самом деле свое выгодное географическое положение, чтобы уже привлекать не только инвесторов в энергетику, но также и тех, кто заинтересован в развитии транспортных путей, в экономику и интеграцию между Европой и Азией. Ведь многие страны в Азии стремятся повысить свое сотрудничество с Европой. Это поставка товаров, то же самое Китай. У многих стран имеются уже пути, налаженные через Россию, но любой заинтересован иметь альтернативный путь. И если один путь может вместить в себя определенное количество товаров, то два или три – это уже, во-первых, повышение товара, во-вторых, страна может обезопасить себя в плане иметь дополнительно разветвленную сеть каналов, по которым она может поставлять те или иные товары. Сейчас, сегодня, Азербайджан совсем недавно говорил также о создании свободной экономической зоны. То есть, помимо того, что Азербайджан имеет выгодное положение и может стать как хабом транспортировки товаров, он еще старается обеспечить странам более легкие возможности вести товарооборот. Это продукция, это упаковка, это распределение и дальнейшая транспортировка товаров. Этим Азербайджан, во-первых, привлекает инвестиции, во-вторых, создает среду для развития... Я очень сняюсь. Все это, конечно же, было бы невозможно без того, что Азербайджан поддерживает максимально хорошие отношения со своими соседями. Например, Армения – это ее проблема, это она создает... Безусловно. Но все это, конечно, и география может быть хорошая, и транспорт может быть внутри страны, как же. Но вот именно политическая среда, умение поддержать хорошие отношения со всеми соседями дает возможность этот ресурс, по сути, использовать. Я бы сказала, хорошая сбалансированная политика. Ведь не считая, как вы заметили, Армении, у Азербайджана очень хорошие и прочные отношения, не по каким-либо одним направлениям. Но это все энергетика, и политика, и экономика, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. А вот в ближайшее время планируется проведение Азербайджана-Российского форума, куда планируется визит президента Российской Федерации Владимира Путина. И, разумеется, в дальнейшем будут обсуждаться еще более тесные интеграции Азербайджана с Россией в то же время. С Грузией это вообще без слов у нас тесные экономические, партнерские, энергетические отношения. С успешной реализацией запуска газового проекта с Европейским Союзом мы уже, можно сказать, диверсифицируем поставки газа в Европейский Союз и, соответственно, налаживаем более тесное сотрудничество. От нас сейчас требуется эта стабильная площадка, это безопасный энергетический поток, который будет поставлять газ на европейские рынки. И это открывает платформу для новых инвестиций, для заключения новых договоров, в том числе в транспортной и транснациональной сфере. Ну, несомненно, Азербайджан этот тренд, это тренд на успешное развитие продолжит, и мы еще самые большие достижения, скажем так, у нас еще впереди. Большое спасибо, что пришли на передачу и ответили на вопросы. А я напоминаю о достижениях и перспективах независимого Азербайджана в год, когда в стране отмечается столетие первой республики, мы говорили в рамках передачи «Актуально сегодня» с политологом Тофиком Аббасовым и помощницей председателя Международного фонда Евразия Пресс Анастасии Лавриной. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин